добрый день дорогие зрители канала садовый мир сегодня мы приехали на участок с команды садового мира очень рано начало 8 а мы уже здесь чтобы снять успеть все выпуски до проливного дождя обратите внимание все мои томатные теплицы полностью открыты ветер треплет листву и даже ночью было плюс 10 сейчас плюс 13 и при этом все мои томатные домики вот таким образом открыты давайте сегодня поговорим о том какие проблемы возникают у наших огородников вот такую дождливую холодную по ночам погода и днем тоже у нас не блещет температура высокими показателями когда мы закрываем теплицы не проводим профилактические мероприятия какие заболевания приходит рука об руку с такой вот погодой дорогие друзья давайте детально посмотрим на мои посадки эндотерминатных томатов эти сорта и гибриды не суть главное в том что посмотрите вся листва у меня сейчас на томатах сухая даже в глубине теплицы ни одной капельки влаги на них нет стенки боковые внутренние абсолютно сухие ведь руки у меня сухие кроме этого у меня не влажная а достаточно просушенная мульча в прикорневой зоне благодаря тому что я вовремя снимала постепенно листочки уже уже ведь оголила нижней кисти кстати томат у нас уже поспевать потихоньку мы их едим поэтому сейчас очень внимательно смотрите за загущенностью посадок чтобы они у вас проветривались листочки которые у вас прикрывают уже сформированные налившиеся кисточки тоже удалять чтобы они во первых у вас солнышко открывались лучше поспевали и соответственно лучше ветровая нагрузка у вас проходила среди кустов хорошо облистанных особенно сортов и гибридов когда касается когда они достаточно густые а снимая большое количество листовой массы вы причиняете стресс растений то есть тут нужно тоже балансировано подходить во-вторых обратите внимание мои томаты без единого пятна на листьях то есть они все ровно окрашены зеленые да вот тут есть проблемки под холору зевать метод куст только за счет того что здесь косой дождь когда шел и в открытую створку теплицы произошел на переувлажнение именно в корневой зоне холодной водой это просто нарушение скажем так обмена производства хлорофилла вот именно в листовой пластинке это все нормализуется с приходом теплой погоды ничего для этого не делаю комплекс микроэлементов по листу с магнием и железом и все будет у нас в ажуре давайте более подробно остановимся на таком опасном заболевании томатов и других последних культур как фитофтороз он обычно если у нас нормальное лето приходит во второй половине июля но сейчас у нас погода как говорится способствует его более скажем быстрому развитию патоген накапливается в прикорневой зоне наших томатов поэтому есть так говорю очень важно именно мульчировать наш нашу прикорневую зону для того чтобы патогены если они есть в почве если мы ее не обрабатывали не поднимались не оседали на уже наземной части наших растений и не прорастают эти споры и не поражали здоровые клетки растений как она это заболевание проявляется благодаря вот развитию очень быстрому этого этой болезни мы можем потерять до 80 процентов нашего урожая на плодах появляются темные такие серо-бурые пятна и плоды издают неприятный запах в пищу такие плоды даже нет не пригодны не употребляйте как говорится и зеленые плоды которые находятся в технической спелости уже не дозреют если на них такие пятны появились такие же темные пятны появляются на листьях а на стволах вот на самих растениях появляются такие коричневые выраженные пятна которые потом со временем подсыхают и соответственно все растение у нас отмирать может и мы потеряем сами полностью урожай как с этим бороться но во первых кроме того что должно быть проветривание как уже сказала убираем излишек листвы для того чтобы воздух у нас гулял и обязательно занимаемся прополкой чтобы вас не были заросли сорняков потому что но мокрый влажный сорняк это мостик для фитофторы на наземную часть наших растений кроме этого мы уже на протяжении многих сезонов не используем тяжелые фунгициды а только едем на биопрепаратах начиная от замачивания семян обработки перед посевом подготовки грунта для рассады применение биопрепаратов рассадный период после высадки раз в неделю если позволяет влажность почвы пролив биопрепаратом по муча и обработка по листу таким образом наши растения сейчас выглядят здоровыми если вы этого не делали комплексно так биопрепараты не применяли то сейчас поздно уже пить боржоми если появились пятна используйте системные фунгициды которые будут гасить вот этот патоген уже когда у вас это произошло состригаем лисе с пятнами тут уже как говорится в драке волос не считают и обрабатываем сплошняком все растения обязательно с обратной стороны тоже проветривание тотальное и может быть вы в чем-то как говорится вот в эту вспышку загасите но поскольку я использовала биопрепараты и не планирую использовать тяжелые фунгициды которые действительно будут давать нагрузку на растение само и нужно выжидать время ожидания до съем плодов я буду использовать вот такой препарат называется серебромедин это полностью экологичный безопасный для растений человека в том числе для пчел препарат который помогает нам с вами бороться именно и в том числе заниматься профилактики таких опасных заболеваний не только вот например как фитофтороз но в том числе и целый комплекс заболеваний в том числе и кладоспариоз различные виды гнили мучнистая роса и так далее что мы с вами делаем мы с вами готовим рабочий раствор и работаем исключительно по листву в моем случае это будет профилактическая обработка если у вас уже появились первые признаки заболевания то обязательно читаем на упаковке рекомендации производителя и разводим рабочий раствор в другой концентрации таким образом вы купируете развитие заболевания именно на корню на начальной стадии приготовим рабочий раствор серебромедина что в его составе во-первых это вода во-вторых рабиногалактан это мощный иммуностимулятор для россии сейчас он необходим после таких стрессовых нагрузок наночастицы меди и наночастицы серебра чем он хорош дело в том что он не носит несет никакой фит нагрузки для растений полностью скажем так понятные компоненты которые позволяют продукцию которая успел нас на кусту в зависимости от того что мы с вами обрабатываем потреблять употреблять в пищу уже в день опрыскивания достаточно просто промыть под проточной водой плод либо зелень и соответственно с удовольствием скушать мы сейчас с вами берем дозу рекомендованную производителем это для профилактических обработок 40 миллилитров на 1 литр воды но если у вас уже начались признаки заболевания того или иного который мы с вами описывали то берем двойную дозу 80 миллилитров на 1 литр воды соответственно мне на 10 литровое ведро необходимо 400 миллилитров нашего препарата забыла сказать что производит серебромедина компания биокомплекс это новейшие нанотехнологии разработки которые позволяют нам с вами получать здоровую продукцию экологически чистую безопасную стаканчик на 200 миллилитров ребята поэтому смело наливаю 1 и 2 следом достаточно будет перемешать и вот такой защиты после обработки длительной на протяжении двух месяцев вполне будет достаточно для здоровых растений практически до конца сезона работаем по сухой листве ведь у меня полностью растения сухие кроме этого температурный режим вот пока мы с вами суть до дела пока съемки длились как говорится не скоро сказка сказывается не скоро дело делается у нас поднялась температура комфортная именно рекомендованные производителем 16 градусов свыше 15 можно уже смело обработку производить мы сейчас заливаем рабочий раствор серебромедина в опрыскиватель и начинаем обработку у нас облачность переменная температура комфортная поэтому можно смело обрабатывать наши томаты до вечера и и впитают все необходимые компоненты которые кстати обеспечивают защиту от на грибных заболеваний бактериальных и вирусных в том числе поскольку ионы серебра и меди обладают антибактерицидными бактериостатическим действием а кроме того еще и он и серебра обладают как бы словно проводящими свойствами растение лучше усваивать минеральные вещества соответственно лучше плодоносит лучше цветет и вообще лучше себя чувствует сейчас заливаем воду с растворенным серебромедина в опрыскатель и идем по нашим посадкам лучше конечно светлые вещи снять если вы работаете с томатами знать что пятна которые оставляют листики томатов на руках и одежде очень плохо отстирать поэтому мы переоденемся иду планомерно по всей тепличке обрабатываю томаты с обратной стороны листа рабочим раствором серебромедина стволик тоже проходимся и работает наш рабочий раствор по принципу фунгициды обеспечивать длительную защиту как я уже сказал до двух месяцев солнце у нас нет комфортная температура и обстановка для обработки старайтесь залезть и внутрь вот таким прокалывающим движением чтобы в толще листочков аккуратно не сбивая завязи и завязавшиеся в наливающиеся плоды обрабатываем все наши томатики выключая опрыскиватель хочу отметить дорогие мои друзья вот сейчас мы томаты обработали они у нас успеют еще обсохнуть как я уже сказала до наступления ночных холодных температур стеночки теплицы на которой попал тоже раствор серебромедина тоже обсохнут и наши томаты будут проветриваться будут с распределенной пленкой наночистить серебра и меди кроме этого они получат дозу очень качество стимулятора а это сейчас абсолютно необходим нашим доматом после стресса такого периода они сейчас нас продолжают и цвести и завязывать и наливать плоды то есть нагрузка на них сейчас серьезная и кроме этого как только позволит у нас влажность почвы мы проведем очередную подкорм к томатов ведь нашим томатом который завязали полный кисть и сейчас нужны силы и питание выкормить не только тело своего как говорится в своей на земной части но налить еще и плоды а для этого потребуется строительный материал очередную подкормку для своих томатиков я буду делать вот таким биококтейлем называется беши для перцев томатов и баклажанов тоже от компании биокомплекс мы вам уже аналогичные покормки показывали как мы получили вкусный обильный урожай клубнички ну а сейчас напоминаю что все наши рекомендации которые мы дали в этом видео будут актуальны течение всего окончания сезона позаботьтесь своих томатиках не поддавайтесь к ликтину психозу не закупоривайте теплицы когда все закрывают следите за проветриванием и вовремя применяйте биопрепараты кстати где приобрести серебромедин и биокомплекс биоша биококтейль мы обязательно вам дадим ссылочку в нашем описании к видео кстати до конца июля действует промо-код на дополнительную скидку 15 процентов на эту продукцию что мои дорогие я сегодня с вами прощаюсь но очень скоро будут новые видео на нашем канале на актуальные и насущные темы до новых встреч до новых встреч